Добрый день, дорогие ребята! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом подкасте. Подкаст будет посвящен предстоящему турниру UFC, но перед тем, как я приступлю к разбору, я хотел бы немного прояснить касаемо прошедшего турнира UFC для тех, кто не понял. Я об этом в телеге писал и везде. Короче, я на прошедший турнир UFC делал обзор. И я, когда записывал этот подкаст, планировал записать весь турнир, весь обсудить, рассказать его мнение по поводу каждого поединка. И уж тем более уделить максимальное влияние, внимание поединку Гилберта Бернза и Хамзата Чимаева. Но если вы послушаете начало, то я говорю, если успею, запишу, потому что в это время у меня дома был ребенок, жена, сын начинает когда по квартире носиться, его не остановить. И вот какое-то время супруга могла его сдержать, и вот тут даже видно в моменте, я как бы даже перемотаю немного, то есть как бы я что-то говорю, 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 потом я понимаю, что дверь в комнату открывается, и я как бы отключаю микрофон, отключаю как бы потом камеру и начинаю говорить, думаю, может быть он игрушку возьмет и убежит. И вот эти вот там несколько минут, я это дело все ждал, минуту, да, и вижу, что это бесполезно, вот там что-то начал уже рыдать, что-то плакать. И вот сейчас кот, например, бегает, выебывается, да, я в итоге решил, короче, что все, вот пусть они два боя, которые успел разобрать, будут так. Завтра с утра у меня, может быть, будет время, и я запишу тогда в отдельном подкасте оставшиеся поединки. Но если я с утра не найду, то я обзор на прошедшие все остальные поединки запишу в телеграме в формате голосовых сообщений, отдельно голосовой на каждый дельный бой. Поэтому ссылка на телеграм в описании, если что, если вы на канал до сих пор не подписаны, подпишитесь, как бы, да, если что, обзоры оставшихся поединков будут там. Все, я вас предупредил. Сейчас мне самое важное, это сделать, соответственно, разбор, разбор уже на мейн-ивент предстоящего турнира. Только что разобрал карты для клиентов, есть там интересные варианты, несмотря на то, что, как бы, турик далеко не самый мощный, жесткий, интересный, да, по сравнению с номерными и так далее, варианты хорошие там есть. И хороший вариант есть на мейн-ивент. Но давайте по порядку. Мейн-ивент этот пройдет, соответственно, в полусредней весовой категории, стандартный 5 по 5. Вот, из интереса следует отметить, что турнир будет проходить в Лас-Вегасе. Но при этом вывезли сюда достаточно изрядное количество бразилов, вот, в мейн-карде их там целых аж 3 штуки, плюс есть там, грубо говоря, несколько еще и в прелимах, нет, там, раз, два, три, четыре, четыре бразила в мейн-карде. Еще и Стелл Нунис запихали, соответственно, в прелимы. То есть такой, достаточно интересный, с разбросом по географии, кордецкий. Вот, что касается этого поединка, то сейчас произошел небольшой затык полусредней весовой категории. То там Тайрон Вудли восстанавливается, рука не рука, там, этот с этим драться хочу, с тем не хочу. В общем, образовались у нас два почти контендера. Это Билал Мухаммад против Висента Люки. То есть победители этой пары, в принципе, уже могут считаться легитимным претендентом, если, грубо говоря, желающих никого не будет, кто-то там из-за болящей жопы слетит, то можно будет дать ему, соответственно, титульный шанс кому-то из победителей в этой паре. Вот. И, в общем-то, что хотел бы я отметить. Висента Люки с Билалом Мухаммадом уже встречались в UFC, причем даже именно. То есть это был аж 2016 год, Билал Мухаммад проиграл в первом раунде чуть больше, чем за одну минуту. Давайте просто я вам напомню, как вообще проистекала карьера Билала Мухаммада. Билал Мухаммад, по-моему, если память не изменяет, на коротке тогда выскочил на UFC Fight Night 90 на замену против Алана Жубана. Алана Жубан, по-моему, должен был изначально драться против другого оппонента. Да, он должен был драться против Нардина Талеба. Талеб выбыл, и тут, в общем-то, нарисовался Билал Мухаммад, который до этого победил Стива Карла на турнире в Titan FC, причем это был бой за вакантный титул в полусреднем весе. Вот. То есть как чемпион фармлиги, так все дела выскочил. И Билал Мухаммад, вот если вы этот бой не видели, посмотрите, он там не боролся вообще. Он просто рубился с Аланом Жубаном, как лев львиной. Дважды, по-моему, в нокдауне был, если не трижды. Сам там Алана Жубана потрясал, короче, Бился просто жестко. Жестко, там, блядь, бой вечера, все дела. Там такой огромный хайп собрал. После этого в следующем поединке ему дали Аугуста Монтана. Это просто лютейший мешок, кусок говна. Вот специально дали, по-братски, да, как бы, чтобы он смог закрыть поражение. Я хочу отметить, что Аугуста Монтана после того поражения вообще больше никогда бы ему не дрался. Вот. И он до этого проиграл Каталу Пендреду. А Каталу Пендред это просто настолько лох, что вот после этого поражения уже нужно было уходить. Вот. И, в общем-то, после поражения Алана Жубана, который был не зашкварный после победы над Аугуста Монтаной, выводят против Проспекта, а-ля, да, Висенте Люки, который тоже там был на хорошем счету, на каутер и так далее. И все ожидали, опять же, красивой рубки, красивого противостояния. Но Белал Мухаммад полетел рубиться и опять получил в бороду. И тут уже упал окончательно. И вот после этого произошло преображение Белала Мухаммада, возвращение к истокам. Он понял, что рубка это не его. И превратился вот в этого, да, всем известного, любимого, в кавычках, ноготраха, который просто, блядь, прижимается, жмется, трется яичками, грудью, волосатой, там, бритыми ногами, всеми своими конечностями об оппонента. Это рон до тех пор, пока не прозвучит гонка. Если под ним совсем уже какой-то лютый мешок, то этот мешок, соответственно, может еще и досрочно проиграть. Пока за всю карьеру в UFC, после поражения от Висента Люки, такой нашелся лишь один в 2019 году, Такаша Сата, который, по-моему, тоже был на коротком веномлении, умудрился проиграть Белалу Мухаммаду Риарный Китчоком в третьем раунде. Вот. Собственно, после поражения, поражения, после айпоков поединке с Леоном Эдвардсом, как бы Белал Мухаммад не унывал. Благо мешков, стариков и безборцовых ударников хватает. Всевозможных смог добыть аж две победы над Эммианомаем и Стивином Томпсоном. И тут, наконец-то, у матчмейкеров созрела мысль, а может быть устроит реванш, который уже нахуй никому не нужен, потому что большинство людей, которые как бы смотрят сейчас ММА, они в момент, когда они первый раз дрались, еще ходили под стол пешком, писали в подгузник и вообще, в принципе, говорить, наверное, не умели. То есть кто-то вообще даже не в курсе, что они уже когда-то дрались. Наверняка в хайлайтерах эту тему попытаются как-то раскрутить, но вряд ли кого-то это как-то впечатлит. Даже меня это не впечатляет, хотя я это видел в прямом эфире и прекрасно помню. Так вот, что изменилось с тех пор? Билан Мухаммад, еще раз подчеркиваю, перестал рубиться, превратился в окончательного ноготраха, жополаза, любителя полежать, как бы стандартной вот этой классической гачимучи со всеми вытекающими. С Висенте Люки что произошло? Да, собственно, ничего. Он, как бы, был достаточно вменяемым ударником, который вырубает своих оппонентов, и при этом с достаточно плохим кардио, который не позволяет ему даже все три раунда драться в достаточно, скажем так, высоком темпе. Он в определенный момент переходит в энергосберегающий режим, но по-прежнему как бы остается опасен в любой отрезок этого поединка. То есть может рубануть, может, в принципе, и душнуть. Как бы, да, есть у него классический дарс-чок, на который ловился и Тайрон Вудли, на который ловился и Майкл Кеса. Но при этом надо отметить, что он все равно уязвим в борьбе. Есть у него, скажем так, некая уязвимость, к которой пользовались некоторые его оппоненты. Что будет происходить в этом противостоянии? Белый Мухаммад, естественно, не будет рубиться. Естественно, он будет пытаться переводить. Естественно, он будет максимально прижиматься. И я не думаю, что Висенте Люки сможет эффективно сопротивляться этому. То есть в любом случае он будет переводиться, он будет прижиматься. Но при этом у Висенте Люки достаточно хорошее понимание партера и защиты. От всевозможных приемов. А Белал Мухаммад не настолько хорош в этом, чтобы победить Висенте Люки. При этом Белал Мухаммад, в принципе, неплохо потянул 100-го и стойку. Это позволяет ему не пропускать лишних ударов ебало. И, в общем-то, что я ожидаю? Я ожидаю, что этот поединок продлится очень долго, вплоть до того, что дойдет до решения. Если мы обратимся к западным БК, то сейчас на данный момент на Fight Ghost to Decision дают 1.91. Если мы посмотрим, что дают по нашим БК, то вот, например, на ТБ 3.5 это ставка на то, что раунд 4 начнется. Да? Ведь так? Ведь так. Да. Да. Нет. Раунд 3 начнется. Да. Нет. Это же по начавшимся. Да. Четвертый раунд начнется. Да. Дают 1.67. Уже сам просто запутался с этими тоталами. Короче, если где-то в наших БК будут давать 1.9 и выше на Fight Ghost to Decision, и если на вешалке никто не будет выглядеть, как обосранное говно, я рекомендую забирать ставку на то, чтобы дадить до решения. Все. То есть, ну, как бы, вероятность на досрочку Висента Люки, она высока лишь в первой половине боя, даже правильно бы сказал, в первом, во втором раунде, частично во втором, по большей части в первом. Билан Мухаммад всячески будет избегать каких-то там столкновений и конфронтаций, вот, и просто будет затягивать поединок по максимуму. Будет борцевать, будет прижимать, еще раз повторяю, там, да, всеми правдами и неправдами. Все. Тут максимально просто, максимально прозрачно, как по мне. Максимум, из-за чего может бой закончиться, из-за какой-нибудь сечки, из-за какой-нибудь травмы. Ну, и, конечно, локипач никто не исключал, но я, опять же, я не ищу ЖБ-вариант, который точно зайдет, я ищу варианты, которые, как по мне, не соответствуют по шансам выставленному коэффициенту. Здесь я бы на полный бой давал, ну, не знаю, те же самые 1.7, например. Ну, никак не на 1.91. Конечно, 1.6 уже мало, но вот 1.7, наверное, вот такой максимальный коэффициент, который бы я дал. 1.91 – это много. И в данном случае можно сказать, что это Валуи. Не убежирный, но достаточно хороший. В теории, в теории, люди, насмотревшись хайлайтов, того, как Висент и Люки вырубают Белала Мухаммада в их первом противостоянии, и посмотрев на то, что Висент и Люки в последних боях там всех душит, вырубает там топов и так далее, и с учетом того, что Висент и Люки идет в этом противостоянии фаворитом, возможно, возможно, ТМочку прогрузят ближе к бою, и тогда полный бой будет по еще более выгодному коэффициенту, например, за 2 с плюсом. То есть это было бы вообще совершенно прекрасно. Но в любом случае, если вы с чем-то согласны, не согласны, пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть какие-то свои варианты предложений касаемо этого боя по ставкам, пишите в комментарии. Ну а я постараюсь все это учесть и в финальном подкасте, во-первых, ответить на ваши вопросы, рассмотреть те варианты, которые предлагаете вы. Ну и опять же, постараюсь в росписи, возможно, поискать что-нибудь еще интересное из разряда там кинь форы по раундам, по тейкдауну, по ударам. То есть все, 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 что вы хотели бы от меня услышать в финальном подкасте, welcome, в комментариях пишите. Я постараюсь это учесть. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. До скорых встреч.